Говорят, земледелию нельзя научиться. С этим нужно родиться. Это должно быть в крови. На самом деле я пришел в сельское хозяйство в результате женитьбы. Меня зовут Арпад Бартфай. Вместе с тестем я управляю хозяйством в 1200 гектаров на Дунайском острове Мохач на юге Венгрии. Наша компания возделывает обычные зерновые культуры, основными из которых являются кукуруза и соя. Сою мы высеваем в начале апреля, а убираем примерно в середине сентября. На протяжении этого периода проводятся три обработки от сырников, из которых одна химическая и две механических. Потому что для сои очень важно, чтобы урожай не содержал сырников. Мы сеем сою рядами с интервалом 45 сантиметров. И поскольку позднее ряды смыкаются, важно содержать поля в чистоте. Разумеется, для выращивания сои требуется соответствующая техника. Здесь, в округе, она есть у всех предприятий. Основу нашего парка машин уже давно составляют тракторы «Класс». На сегодня у нас 9 тракторов «Класс», 2 телескопических погрузчика «Скорпион» и 3 комбайна «Лексион». В наше время очень важно работать на лучших машинах и идти в ногу с инновациями. Я всегда стараюсь использовать в компании новейшие разработки. В Венгрии и Евросоюзе очень трудно прожить с сельским хозяйством. Приходится постоянно думать, сколько посеять и где продать урожай. В Венгрии соя возделывается на 50-70 тысячах гектаров. Мы продаем ее за Дунай, Нидерланды и Германию. Точного рецепта, как правильно вести хозяйство, нет. Каждый человек индивидуален. Даже я и мой тесть — совершенно разные люди. Но у нас работают очень хорошие люди. Наши сотрудники хорошо ладят между собой, и каждый знает, для чего он работает, чтобы мы пришли к нашей общей цели. Я работаю в сельском хозяйстве уже 10 лет. До этого я занимался совсем другим делом. Я работал в туристической отрасли. По-настоящему хорошая работа — это когда оглядываешься и видишь, что сотрудники довольны. И когда удается выполнить то, что запланировано на год. Когда видишь, как вырастают твои дети и хотят заниматься тем же, чем и их отец. Первые пару лет я с утра до вечера находился рядом с тестем. И он научил меня, как правильно выполнять работу. Есть множество вещей, которым невозможно научиться самому. Я думаю, что я наилучшим образом освоил эту замечательную, но и очень трудную профессию. Раньше я просто сидел в офисе. Теперь я с утра до вечера на полях. И я люблю это. Я с утра до вечера, но очень люблю это.